Здравствуйте! Закончилось лето, а вместе с ними и прекрасные путешествия, от которых осталось множество фотографий и мелких всевозможных сувернирчиков и других мелочей. Чтобы они не превратились в дальнейшем в мусор, нужно их использовать в рукоделье. А как это сделать, сегодня нам расскажет Елена Мармазова. Елена, скажите, пожалуйста, вы все свои милые сувенирчики пристраиваете, все свои прекрасные воспоминания в виде каких-то открыточек пристраиваете в скраббукинге? Да, вот мы ездили тоже на море в этом году, и мы тоже привезли очень много камушек, ракушек. И это, конечно, обязательно у нас все уйдет на рамочки, на фотоальбомы. Все, что даже кому-то, если что-то в подарок, это всегда-всегда пригодится. В технике скраббукинг можно не только рамочки, фотоальбомы оформлять. Что еще? Мы сегодня с вами будем делать упаковку, коробочку в морском стиле для подарка. С чего начнем? Елена, это какая-то особая бумага? Это мы берем с вами крафт-бумагу. Она у нас очень подойдет на морские работы. Давайте мы с вами будем делать для этого календарика нашего коробочку. Давайте. Потом мы его подарим. Для начала нам надо измерить его параметры. Высота у нас измеряется по широкой стороне. Измеряем, у нас будет 4,5 см. Значит, бока нашей коробочки будут 4,5 см. Теперь нашу длину. Это где-то у нас получается 12 см. Теперь мы с вами также с этой стороны отмеряем 4 см. И последнее отмерение это наша высота коробочки. Теперь мы ее сгибаем по нашим сгибам. Теперь мы убираем наш скотч и склеиваем с обратной стороной. Будем ли мы обклеивать какой-то красивой бумагой нашу коробочку? Нет, мы не будем. Мы будем украшать ее штампами. Вот у нас коробочка готова. Все у нас сюда поместилось. Прекрасно входит календарь. Делаем крышечку. Мы берем буквально на боках на сантиметр меньше. Если мы брали там 4 см, то здесь мы берем с вами 3 см. Крышечка у нас всегда делается на 1 мм больше. Чуть больше, чтобы закрыть было. То есть здесь у нас 12 см. Здесь самое главное внимательно выверить, чтобы потом не получилось так, что крышечка не подходит или в подарочек не входит. То есть проделываем все то же самое, как с коробочкой, да? Теперь мы ее будем с вами украшать. Для этого нам понадобится чернила и наши штампы. Так как у нас будет в морском стиле наша коробочка, мы берем штампы на морской стиле. Это у нас кораблики. Это тоже штампы? Да, это тоже штампы. То есть они какие-то силиконовые, да, и крепятся на основу? Да, крепятся к клинному блоку. Мы здесь разные чернила еще будем использовать? Да, разные чернила. Штурвал. Штурвал. Мы его делаем на отдельной бумаге. Почему на отдельной, Елена? А мы сейчас его будем вырезать с вами. Вырезать будем? Да. Мы его приклеим или как-то другим образом каким-то будем? Мы его будем делать на объемный скотч. У нас все равно будет какая-то одна объемная деталь получается, да? Это обязательно или это по желанию? Нет, это по желанию. Если привезли откуда-то с моря ракушки, можно, наверное, и ракушки каким-то образом, да, здесь приклеить? Можно и ракушки, да. Теперь мы берем на овощеный шнур. А мы же еще штурвал не приклеили. Да, сейчас мы... Штурвал еще дождется своей участи, да? Да, своей участи. Я возвращалась из отпуска и разбила стекляшку с песком. Песок тоже можно куда-то использовать? Да, и песок – это тоже у нас как основной материал для поделок. Берем наш штурвал и приклеим его на двухсторонний скотч для нашего объема. Вот, все. И у нас вот получилась такая вот коробочка подарочная. Ну что же, достойному подарку достойное обрамление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин